Здравствуйте! В эфире традиционные итоги недели. Пока весь мир обсуждает ситуацию в Украине, на островах происходят свои события. Местную повестку продиктовал второй за эту зиму снежный циклон. А еще мои коллеги побывали на Курилах и узнали, чем сегодня живет Кунашир. И изучили эксперименты в области дошкольного образования, которые практикуют на островах. Давайте, как всегда, обо всем по порядку. С вами Данил Поршуков. Мы начинаем. Пришел пароход. Мы ждем его. Завтра уже ничего не будет. Ни в одном магазине причем. Жизнь от парохода до парохода. Наша съемочная группа побывала на Курилах и расскажет, что нового на Кунашире. Потому что тут мама есть. В детский сад, не выходя из дома, в Южно-Сахалинске организовали несколько экспериментальных семейных групп. Уровень очень серьезный, да. Потому что ребята приезжают, специальные агенты, которые просматривают игроков. Оранжевый мяч побед на Сахалине определили сильнейшие командные чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Минувшая неделя выдалась богатой на события. Давайте познакомимся с самыми важными. Вашему вниманию традиционный дайджест. Коротко о том, что происходило на Сахалине и Курилах. Что ж, не будем затягивать и перейдем к новостям. В Южно-Сахалинске устранили последствия порыва тепловых сетей. Авария произошла ночью 22 февраля в районе жилого комплекса «Адмирал». Диспетчер заметил сильное увеличение подпитки, что значит повреждение трубы. На место незамедлительно выехала бригада. Из-за аварии без воды остались свыше 10 жилых домов. Поврежденный участок оперативно локализовали. Аварийная бригада тут же приступила к ремонту. Подобные порывы специалисты устраняют за 4 часа. Главная сложность – припаркованные автомобили. Водоснабжение полностью восстановили во вторник. Еще одна коммунальная авария произошла в областном центре 24 февраля. Из-за повреждения водопровода на улице Пуркаева образовался большой ручей. Холодная вода текла из ливневой канализации от автозаправки «Роснефть» до «Стелла» на пересечении улиц Пуркаева и Ленина. К месту порыва оперативно отправили аварийную службу. Работа осложнила то, что в непосредственной близости от водопровода располагается высоковольтная линия электропередач. Поэтому задействовали и бригаду энергетиков. На время ремонтных работ без холодной воды остались дома номер 96 и 98. По улице Пуркаева для их жильцов организовали подвоз. Новую котельную возведут в Южно-Сахалинске в рамках консессионного соглашения. Его заключили администрация островной столицы и компания «Рирс Сахалин» – дочерняя структура «Росатома». Коммунальное сооружение возведут в южной части города на пересечении улиц Горького и Больничной. Теплом и горячей водой она запитает не только существующие здания, но и будущие строения, в том числе новый хирургический корпус и детскую областную больницу, образовательный квартал и другие объекты. Общая сумма инвестиций в котельную превышает 800 миллионов рублей. Пройти углубленное обследование приглашают мужчин старше 55 лет в 4-й поликлинике Южно-Сахалинска. С начала года любой желающий может записаться на него, посетив лечебное учреждение, либо позвонив по номеру 1300. Мужской чекап позволит выявить патологии мочеполовой системы на ранней стадии и своевременно принять меры. Врачи отмечают, что новая услуга пользуется популярностью у жителей областного центра. В день обследования проходят до 10 пациентов. В островной спортшколе Олимпийского резерва по восточным видам единоборств началась долгожданная реконструкция. В первую очередь вдвое увеличат общую площадь. Сегодня каратэ в госучреждении постигают 500 учеников. Вход в здание будет с улицы Ленина. К основному сооружению появится трехэтажная пристройка. Проектом предусмотрено 4 тренировочных зала, а еще тренажерка, помещение для хранения инвентаря, душевые и раздевалки, комната отдыха, тренерские учебные классы. Строители обещают сдать объект через год. Сахалинцы успешно выступили на седьмом ледовом полумарафоне «Хонор Владивосток Айрон Айс». Конкуренциям составили чуть больше тысячи атлетов, устроивших массовые забеги на льду бухты Навих. Илья Нургалиев завоевал серебро на дистанции 10 километров, финишировав спустя 34 минуты и 9 секунд. Ульяна Добровольская взяла почетную бронзу. 21 километр 100 метров островитянка преодолела за час 32 минуты и 20 секунд. Это уже ее пятый забег во Владивостоке. Следующий старт девушка проведет в Дагестане. На этой неделе островной регион пережил уже второй с начала года мощный циклон. Ветер и снег снова погрузили островную столицу под толстое белое одеяло, добавив работы коммунальщикам. Ликвидация последствий продолжалась всю неделю. Интересно, что в этот раз островитяне отнеслись к разгулу стихии заметно более спокойно, а некоторые даже халатно оставили свои машины, где придется, что осложнило расчистку города. Мои коллеги восстановили хронологию событий, так что предлагаю перейти к следующему сюжету. Первый удар стихии пришелся на воскресенье. Я задержался циклон на Сахалине на пару дней, однако дел успел натворить немало. Из-за шторма в Татарском проливе пришлось приостановить работу паромной переправы Холмск-Ванина, а в аэропорту Южно-Сахалинска задержали все рейсы. Многие вылеты пришлось отложить до вторника. Начало рейса у меня в 8.40 утра. Задержка рейса в связи с погодными условиями. Летела я в Хабаровск. Горячее питание предоставилось и жилье тоже, скорее всего, предоставится, если на 7-часовой не будет рейса. Многие автомобильные дороги тоже оказались закрыты, да и с электричеством были перебои. Примерно такой была обстановка на юге острова к середине понедельника. Из-за энергоснабжения находится частично в городе Южно-Сахалинске 130 частных жилых домов, в которых проживает более 500 человек, в том числе 112 детей. В привитивных целях образовательные учреждения переведены на дистанционный режим обучения. На улице островной столицы и междугородние трассы в первый же день выгнали всю доступную технику, погрузчики, грейдеры и самосвалы, которые вывозили снег на полигоны. Но не всем посчастливилось работать в теплой кабине. Там, где не проходили механизированные уборщики снега, лопатой махать пришлось людям. Техника, где не подъезжает, где не справляется, нам приходится работать. Друг за другом ходим, как говорится, скребем, помогаем по два человека, потому что не лето, зимой приходится вдвоем работать. Очень сложно одному кидать. Циклон затронула некоторые муниципалитеты. Непогода пришла на Курильские острова. На Кунашире всех школьников перевели на дистанционное обучение. Из-за порывистого ветра и сильного снегопада видимость на улицах была нулевой. А на Парумушире заработала система оповещения граждан. Островитян призывали оставаться дома. На территории муниципального образования ожидается сильный снег и улажанный ветер. Сильная метель. Во вторник, когда циклон стих, поисковым работам приступили рядовые сахалинцы. Впрочем, далеко не все решили освобождать свой транспорт из снежного плена. Вот, товарищ, с 8 утра здесь висит. Центр двора занял. Для оперативной расчистки в городе развернули около 20 перехватывающих парковок, но автолюбители не спешили переставлять своих железных коней. Кроме видимой опасности, людей постерегали подснежники в виде ледяного катка, с которым коммунальщики не успели расправиться еще с предыдущего циклона. У нас двор еще не почищен, я не могу выехать. А соседний двор, в прошлый раз его чистили две недели, снег до сих пор не вывезли, вот так вот и живем. Видите, даже тут парковку не почистили. То есть вот это и обидно. Не, неудобно. Неудобно, скользко. А так все хорошо. Чистят молодцы. Дворы мне нравятся, почистят. Управляющим компаниям дали трое суток, чтобы расчистить тротуары, дороги и улицы. Те, кто не справится, ждет административная ответственность. Однако даже такая мера побуждает работать не всех. Дойти до собственного подъезда – целое приключение. Например, здесь уже скользко, потому что снег немножко потаял. Плюс тропинка очень узкая, что усложняет дорогу. Тем временем жильцы этого дома на Тихоокеанской платят управляющей компании за коммунальные услуги 1300 рублей в месяц. Гораздо дешевле раз в метель вызывать частных снегоуборщиков, говорят жильцы. На этой неделе уже трижды обещали приехать и почистить территорию. Обслуживают дома мастер и компания. Только когда придут специалисты организации, жильцам неизвестно. Не знаю. На подъездах ничего не написано, как вы видите. Так что, когда это будет, я не скажу. В районе проспекта Мира, несмотря на прочищенные проезды, мусорные контейнеры переполнены. Да и выполнять маневры большому мусоровозу в таком дворе проблематично. Жильцы говорят, что снег не вывозили с прошлой метели. Убирают-то в принципе вовремя, но с вывозом снега постоянная проблема. То есть вот то, что вы здесь наблюдаете, это не вывезли еще с предыдущей метели. То есть люди копают собственными руками и выбрасывают снег. Потом погрузчик приезжает в одну колью, пробил и все. Брошинки, которые мешают очистке уличной дорожной сети от снега, в некоторых случаях пришлось эвакуировать. Машины, которые мешают нам расчистить более качественно все дороги, мы аккуратно эвакуируем и переставляем на уже расчищенное место. Чтобы переставить один автомобиль, в среднем у работников уходит от 10 минут до 20. Но перед этим некоторые авто приходится еще и откапывать. Расчистка островной столицы, очевидно, продолжится и на следующей неделе. Горожан призывают проявить ответственность и хотя бы не мешать коммунальщикам. Мария Кондиус, Максим Чернобровкин, Данила Маслов, телекомпания ОТВ. Очереди за свежими овощами и самолет по погодным условиям. Приметы жизни на Курилах. Наша съемочная группа недавно побывала на острове Кунашир, где удивилась сразу нескольким фактам. Во-первых, на острове запустили новое производство, которому нет аналогов в России, да и в мире не хватает. Во-вторых, в этом году курильчане ожидают огромный поток туристов и уже готовятся встречать их рыбой с солью. Краткий обзор жизни на Кунашире в материале Екатерины Федоровой. На рассвете плашкоут «Надежда» забирает курильчан и новенький КАМАЗ. Через 4 часа судно будет на Шикотани, а к вечеру вернется обратно в Южнокурильск. «Надежда» и ее коллега «Дружба» ежедневно связывают острова, объединенные одним районом, но разделенные морем. «Морская цена вопроса – 1080 рублей без спального места, а со спальня – 1800. Но, допустим, «Дружба» идет быстрее, где-то 4-5 часов, а «Надежда» дольше, где-то 6-7 часов. Но если океан спокойный, то, конечно, более-менее спокойная обстановка там не так сильно трясет». На соседнем причале разгружается Павел Леонов. Он привез сегодня на Кунашир свежие овощи и молочку с сахалина. Первым делом товары доставляют в популярный местный магазин «Докер», где уже выстроилась очередь. «Первое время, когда мы сюда приехали, мы не понимали, как это вообще от парохода до парохода жить. А сейчас все. Вот я постоянно не успеваю. Я когда приезжаю в «Докер» – пусто. Приезжаю уже после того, как товар пришел – опять пусто. Сейчас стою, жду. Вот видите, люди стоят, теперь очередь уже организовалась. Вот стоим с мешочками». Курильчан сотрудники магазина оповещают в группах в мессенджерах. Через полчаса уже весь Южно-Курильск спешит в «Докер», чтобы успеть запастись свежими фруктами, овощами и молочной продукцией. «Вообще яблоки 250 везде, а здесь 184. Это очень дешево». «А с яблоками проблем на острове нет?» «Нет. Ну, небольшие перебои, незначительные, можно так сказать, перебои. Нам продукции хватает на два дня буквально. Мы стараемся уже побольше заказывать, но бывает же, потребитель насыщается, и бывает, что уходит в просрочку товар. Но у нас такого как-то все моментально уходит. Люди к нам очень часто идут, потому что знают, что у нас все приезжает. Молочная продукция, овощная продукция, вся свежая». Здесь же в «Докере» бюджетная столовая и единственная на острове гостиница со звездами. Точнее, с одной. В прошлом году Кунашир посетила более 5000 туристов. Проблема с отелями встала очень остро. Востребованы не только комфортные номера, но и более бюджетные койки, как в хостелах. «Какой поток туристов ожидаете в этом году?» «Ой, наверное, очень много будет, потому что брони, брони. У нас уже есть места, в которых нет уже места. Все забронировано. А как будет, может, ну, пока все бронируют и бронируют. Думаю, что будет очень много». Построенный в 99-м году японцами и подаренный российской стороне дом дружбы – не только гостиница, а туристическая достопримечательность, которая давно нуждалась в ремонте. В этом году его, наконец, начали. «Мы сейчас начинаем как-то усовершенствовать, менять немножечко мебель. Поменяли мебель, поменяли люстры, холодильник поставили новый, шкафчики. Ну, поменяли, как бы, новый делаем. И будем еще менять потолочки. Пока по два номера. Чуть-чуть делаем, делаем и вот». «Сколько стоит вот такой номер?» «2250 рублей с человека в сутки». Туризм на Курилах – одно из самых перспективных направлений. И область подхватила тренд. В прошлом году на острова прибыли два новых грузопассажирских судна, которые помогут увеличить турпоток. «И в прошлом году остров посетило очень большое количество туристов. За более 5000 туристов было у нас. Поэтому гостиницы имеют сейчас первостепенное в этом плане значение. Ну, сейчас, конечно, зимний период у нас туристов нет. Но в летний и осенний период, буквально до самых холодов, у нас было очень большое количество туристов». Гостиницы, морские перевозки и социальный магазин власти доверили муниципальному предприятию «Докер», которому недавно исполнилось 30 лет. «Несмотря на всякие разные ситуации экономические и все прочее, предприятие все-таки имеет какую-то стабильность, оно постоянно развивается, образовываются новые рабочие места. За мое нахождение здесь в должности директора приблизительно около 10 рабочих мест дополнительно уже было создано». Рабочие места – один из главных залогов развития Курил. На Кунашире недавно ввели в эксплуатацию новый цех по производству рыбной муки и жира, где появилось более 20 вакансий. Константин Герасименко – один из тех, кто воспользовался предложением и вышел работать на новое производство. «До этого сфера деятельности у меня была совсем иная. Но, тем не менее, в мире труд все перетрут. Естественно, проводились обучения иностранными специалистами из Таиланда. Поэтому тяжело, но, тем не менее». Южно-Курильский рыбокомбинат – теперь предприятие полного цикла. Отходы производства раньше замораживали. Теперь сырье из комбината по трубе попадает в варочный аппарат. И там томится при температуре 95 градусов. «Вареное сырье, оно проходит на винтовой пресс. На винтовом прессе происходит деление сырья на две фракции. Это жжем, густая фракция и подпрессовый бульон. Как раз подпрессовый бульон он содержит больше всего протеина, ну, бульон и в том числе жир». У цеха нет аналогов России по производительности и мощности. В сутки он способен обрабатывать 500 тонн сырья. На выходе получается по 100 тонн муки и жира. Пока цех по производству рыбной муки и жира работает на неполную мощность. Максимальная загрузка начнется с мая по декабрь. Это в сезон добычи сельди и васи. Здесь планируют производить более 8 тысяч тонн готовой продукции, основными потребителями которой станет материковая часть России, а также азиатские страны, прежде всего Китай. Новое производство – это один из показателей стабильного экономического развития Курильских островов. Вместе с этим на Кунашире строят новые дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Появился первый сетевой супермаркет. Но кое-что остается стабильным. Чайки в порту, легкий дымок от фумарол вулкана Менделеева и тятя под облаками. Екатерина Федорова, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. В Южно-Сахалинске при нескольких детских садах запустили семейные группы. Пока таких в городе всего две. Однако опыт уже признали успешным и планируют масштабировать на другие дошкольные учреждения. С ребятами занимаются родители, причем прямо у себя дома. Мои коллеги побывали в таком домашнем детсаду и готовы рассказать о проекте прямо сейчас. Арбуз. Арбуз. Ага. Так. Валена. Съедобный, да? Правила этой игры просты. Если съедобно, мяч остается в руках, несъедобно летит на пол. За такими образовательными развлечениями день в садике пролетает незаметно. Для своих детей Наталья не просто мама, а воспитатель. С официальным местом работы прямо в собственной квартире. Вот уже четыре месяца она ухаживает за Евой, Вовой и еще двумя дошколятами в семейной группе. До декрета педагог работала в строительной компании инженером. Смена деятельности произошла резко. Вскоре после родов она поняла, что ее призвание не в расчетах. Когда родились мои дети, я поняла, что я хочу быть с ними как можно дольше и видеть, как они растут и сама заниматься их воспитанием. Потом я узнала про эту замечательную программу семейной группы на базе ДОУ и решила попробовать. Получила профессиональную переподготовку на воспитателя на базе высшего образования. И теперь у меня работа мечты. Помогает Наталье Светлана Лепявка. Она младший воспитатель. В группу вводит двух дочек, младшую и среднюю. Девушки раньше не были знакомы. Встретились неожиданно и быстро сошлись в интересах и взглядах на жизнь. Пришла в департамент образования на консультацию. Там увидела Наталью. Она как раз тоже пришла на консультацию. И мы с ней обнялись телефонами. Решили, что будем каждый свою параллельно группу открывать. И в процессе открытия, подготовки, через несколько месяцев решили скопироваться. Группа семейного типа – это новая форма дошкольного образования. Идеально подходит детям, которые плохо переносят расставание с мамами, часто болеют. В Южно-Сахалинске пока всего два детских сада проводят своего рода эксперимент. Один из них – веснушка. Касаемо социальной адаптации деток, им намного проще именно в семейной группе. Что касается просто адаптации, им намного легче и проще проходить эти моменты. Потому что здесь рядом мамочка, здесь свои стены родные, здесь свои игрушки. Девушки официально трудоустроены в детском саду, получают зарплату. На дополнительные занятия, например, музыку или физкультуру, вводят ребят в учреждение. Такие уроки бывают несколько раз в неделю. А обычный распорядок для семейной группы зависит от самих воспитателей. Но вот что четко установлено, так это график. Для детей важен режим. Поэтому работа начинается в 8.30 и продолжается до половины третьего. Утром в основном с воспитанниками играют, обед в 12.15 по расписанию. У нас и питание один раз в день предусмотрено. На нашей форме пятичасовой группы. В полдвенадцатого мы забираем питание в контейнерах, в термосах, из нержавеющей стали, все по Санпину. Сразу, как подкрепились, начинается образовательный процесс. Под каждого ребенка разработана программа. Старший готовит к школе, младший развивает мелкую моторику и другие необходимые для их возраста навыки. Воспитывать детей дома на радость не только мамам. Ребята тоже в восторге. Собирать пазлы. Собирать пазлы, да? Да. А еще что делать нравится? Ну, бегать. Что вы здесь вместе делаете? Мы делаем, лепим, кашуриим. А сказки вам читают? Да. Да. Здесь есть мама. А что еще? Ты говорила, что кашу здесь не надо кушать, всякую невкусную и вредную. А еще потому, что здесь не ругают. Открыть семейную группу легко, подать заявление необходимого в департамент образования по месту жительства. Для работы родителю понадобится квалификация педагога. Также нужно будет найти помощника и обеспечить необходимые условия. Одно из них – расположение квартиры, не выше второго этажа. Инициативу поддержит любой детский сад. Заведующий выделит мебель, игрушки, обеспечит группу продуктами или готовым питанием. Вера Рудакова, Кристина Ким, Данила Маслов, телекомпания УТВ. И это еще не все на сегодня. Увидимся во второй части нашего выпуска. 2 января – день рождения Сахалинской области. Сегодня исполнилось 75 лет с момента образования региона в современных границах. За 75 лет Сахалин и острова Курильской гряды стали комфортным, красивым и перспективным местом для жизни сахалинцев и курильчан. В Сахалинской области есть все для динамичного развития. Нефтегазовые, угольные и водно-биологические ресурсы. Но главный ресурс области – ее жители. Люди, которые ценят Сахалин, его природу, характер и традиции. С праздником! Сахалинская область! С 2014 года в России было зафиксировано более 15 преступлений с применением насилия в учебных заведениях несовершеннолетними. Станьте для вашего ребенка другом, с которым можно поделиться своими переживаниями без страха. Уделяйте больше внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками. Не все дети одинаково счастливы, но абсолютно каждый заслуживает нашего внимания. На этой неделе обращений в Центр управления регионом было заметно больше, чем на прошлом. И мы, как всегда, оперируем данными с минувшей пятницы по четверг. Что ж, давайте не будем откладывать долгий ящик. Наша статистическая рубрика «О чем говорят острова» уже спешит в эфир. Пора узнать, чей голос оказался громче. Итак, всего в Центр по разным каналам поступило 1051 обращение. Лидер прежний – Инстаграм. На его счету 677 сигналов. На втором месте крепко стоят госуслуги. Оттуда прилетело 290 сообщений. Бронзу взяли одноклассники. На четвертой строчке пара «Фейсбук» и «Телеграм». Замыкает пятерку. Вконтакте. На статистику явно повлиял циклон. Поэтому лидер среди популярных тем впервые за несколько недель сменился. Теперь первое место у дорожной сферы. Серебро – у благоустройства. На третьей позиции медицины следом идут социальная сфера и ЖКХ. По первому блоку основной массив обращений связан с расчисткой дорог от снега и наледи. И все остальное идет по остаточному принципу. На счету других под тем единичные сигналы. Похожая картина и в благоустройстве. Большинство жалуются на расчистку дворов. Есть сигналы о сугробах в общественных пространствах и на детских площадках. Есть и решенные проблемы. В Тамари, например, жители пожаловались на некачественную работу коммунальной компании. Ситуацию исправили вскоре после поступления сообщения. А в Долинском районе рассказали о плохой расчистке трассы, соединяющей райцентр с Южно-Сахалинском. Сейчас дорогу привели в порядок. Поговорим о географии обращений и самых ответственных ведомствах. Южно-Сахалинск вернул себе лидерство и нарастил серьезный отрыв от Минздрава, который впервые за три недели спустился на вторую позицию. Тройку лидеров замыкает Корсаков, а еще в топ-5 попали Долинск и Хомск. Что ж, нам остается продолжать следить за работой центра, где обещают поделиться данными о предстоящей неделе. И только от вас зависит, какие темы в этот раз попадут в топ. В областном центре прошел региональный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги России «Кэсбаскет». За путевки на Дальневосточный паркет сразились 10 мужских и 7 женских команд. Главные матчи проходили в нескольких игровых залах учебно-тренировочного центра «Восток». Здесь же спортсмены из разных уголков острова и проживали. Все было организовано на должном уровне. Игран типов подведет итоги соревнований. Школьницы, красавицы, спортсменки. Сборная Невельска в салатовой форме вышла против тымовчанок в темно-зеленом. Их встреча не принципиальна. Она уже не повлияет на смещение основных сил в турнирной таблице. Матч за кубок будущих чемпионов для тех, кто остался за чертой призеров. Проходит он в каркасном физкультурно-оздоровительном комплексе. Здесь всем просторно. Для болельщиков установили небольшие трибуны. Мы все думаем, что мы могли бы сделать больше, если бы сыграли со всеми командами. Мы бы губали точно в призовые места. И поэтому эта игра для нас была уже ну просто как игра. Поиграть для себя, поиграть ради удовольствия. Ничего страшного, переживем. Конечно, обидно, но это все-таки какой-то опыт в жизни. Мы сменили обстановку, пожили на этой прекрасной базе «Восток», поиграли в свою любимую нашу игру. Поэтому, в принципе, все мы довольны. Невельчанки имели реальный шанс на то, чтобы выйти в решающую стадию соревнований. Но накануне оборона девчонок треснула по швам. Проиграли соперницам из Долинска. Не хватало всего пяти очков. А вот их противницы из поселка Тымовская наполеоновских планов на чемпионат области не строили. Пока сверхзадача вырваться вперед не стоит. Проигрывали достойным, порой с крупным счетом. Но с кем не бывает. Работа над ошибками – путь к успехам. Да и не избалованы северянки шикарными условиями. Для них спортбаза «Восток», которая сейчас находится в ведении островного Минспорта, в Диковинку. И есть чем сравнить. Школьный спортзал в три раза меньше. Кольца выше, площадка больше. Ты устаешь тоже больше. Также у нас мало девочек идут заниматься баскетболом, так как это довольно-таки тяжелый вид спорта по сравнению с волейболом. У нас больше именно его практикуют. Но мы сделали все, что могли. Мы старались. Так что нас, в принципе, удовлетворяет тот счет, который мы забили. Мы будем тренироваться и, надеюсь, в будущем уже будем занимать призовые места. Сотряслись корзины и в основном игровом зале базы «Восток». Он гораздо респектабельнее, чем каркасник. И паркет идеальный, и свет превосходный, акустика отменная, до пяти сотен болельщиков можно разместить. Здесь не стыдно проводить самые крупные российские турниры, среди которых достоин уважения к «Эсбаске». Сахалин в этом проекте с 2013 года. Уже сегодня он объединяет свыше 400 тысяч школьников со всей страны. Были хорошие ребята у нас в 2015 году. В 2016 году занимали второе место на дальневосточном этапе. Но самая, скажем так, титулованная команда – это команда школы номер 22 города Южно-Сахалинска, которая практически ежегодно становится чемпионом региона, попадает в призы на Дальнем Востоке. Ну и самое высокое ее достижение – это команда попадала на суперфинал «Всероссийский», который проходил в 2018 году в Нижнем Новгороде. Ну, к сожалению, там они стали 20-е. И все это время баскетболистов из 22-й школы за собой ведет учитель физкультуры Евгений Мячин. В этом сезоне его воспитанницы вновь прошли в финал. Сахалиночка 22 нанесла поражение команде «Олимп» из Долинска 69-26 и получила путевку на дальневосточный этап. А вот первое место среди юношей разыграли извечные противники из Восточной гимназии Южно-Сахалинска «Восточный ветер» и «Олимп» из 2-й школы Долинска. Матч оказался очень напряженным и завершился со счетом 71-66. Чемпионами стали южно-сахалинцы. Лучшими игроками турнира признаны капитаны команд-победительниц Арина Иванищева и Даниил Ким. Уже с 8 по 11 марта обладатели золотых наград представят Сахалинскую область на дальневосточном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги «Казбаскет». Соревнования принимает Чита. Игорь Антипов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. На этой неделе обзор новостей из социальных сетей немного изменился. Его постоянный ведущий уехал, но обещал вернуться. Что ж, перехвачивание надолго его поста. Заодно позову вас подписаться на аккаунты нашего холдинга в соцсетях. Мы есть практически везде. Например, ОТВ очень удобно смотреть на Ютуб. С вас лайки и комменты, с нас контент. А пока поехали обозревать. Под конец февраля все спешат на рыбалку и просто на море. Именно такой контент больше всего заходил пользователям социальных сетей. Вот, например, эксплуатация четвероногого друга на льду возле Стародубского. Пес явно не прочь помочь хозяину дотащить улов. Возможно, и ему достанется свежая рыбка. Видео стало вирусным в соцсетях. Десятки тысяч просмотров, комменты и лайки. Впрочем, если верить вот этому видео, в акватории Долинского района не все так спокойно. Рыбаков, а заодно и их подписчиков, не на шутку напугала трещина, которая пропорола припай. Дело было в среду. Линия 2, вот трещина пошла такая хорошая. Там вон раскидайте по группам, там люди получаются. Это ближе к, так, ближе к Батвену получается. В море далеко. А это уже залив Мордвинова. В осей красе, с высоты птичьего полета. Невольно навевают мысли об Игре престолов. Да и музыка подобрана соответствующая. Впрочем, подпись автора гласит, что близко все-таки не зима, а весна. Чему очень хочется верить. Особенно вот этому котику, который стал локальным мемом для островных пользователей соцсетей. Пушистого хозяева взяли с собой на прогулку по берегу. В комментариях пользователи призывали прикупить котейке шапку, чтобы не морозил ушки. И то, верно, пора запускать фэштег «Грейте бампер». Да, кота зовут именно бампер. Кстати, хозяйка аккаунта ранее прославилась еще одним вирусным видео. Хотя в нем котик в кадр не попал. Зато попал трехмесячный паек, который выдали ее мужу, военному. Видео набрало больше 8 миллионов просмотров в ТикТоке. Пакет с печеньем, пакет с мукой, с луком, рис, гречка. Вот это все количество кабачковой икры. А в Углезаводске на 23 февраля нашелся настоящий защитник Отечества. Местный восьмиклассник Денис Мельниченко отметил праздник на дереве. Причина была важная. Спасал кота. Нет, не бампера. Пушистый два дня просидел на ветхах, не в силах спуститься сам. По заверениям телеграм-канала ЧП Сахалин, операция прошла успешно. Да и ролик просмотров собрал прилично, чего желаю и вам, и вашим постам. Мы постарались собрать для вас самые яркие события ушедшей недели. Однако, разумеется, их было гораздо больше. От недостатка информации вас избавит сайт нашего информационного агентства «Пресс Сахалин Курилы», расположенный по адресу skr.su. Рекомендуем заглянуть туда за полной картиной. С вами был Данил Поршуков. Всего доброго. Сахалин их начала познавать в 1989 году. Когда моего отца, военнослужащего, перевели сюда на службу. После окончания медицинского училища я вернулась на уже ставший для меня родным Сахалин. Вся моя жизнь связана с медициной. Вот уже 26 лет. Отделение реанимации областной больницы. Медицина-катастрофа. Онкологический диспансер. Госпиталь МВД. Сейчас я работаю главной сестрой 4-й поликлиники. Год 75-летия образования островного региона знаменателен для всех. Особенно для наших ветеранов, защищавших наши родные земли для потомков. Ты можешь стать кем угодно. Спорт, бизнес, семья, путешествия. Добро пожаловать в мир, где ты являешься автором любой истории. Нет границ на пути саморазвития. Ставишь цель и добиваешься. Не дай соблазнам все перечеркнуть. Один укол или затяжка и всему конец. Дальше лишь тьма, одиночество и смерть. Наркотики или жизнь. Победа или поражение. Решай.